Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить возрастную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Также эту маску можно нанести на кожу вокруг глаз и на кожу рук. Маска сегодняшняя на основе той заготовки, которую я вам предложила сделать в прошлом видео. Маска подходит для всех типов кожи, отлично увлажняет и питает кожу. Также эта маска в момент подсыхания дает подтягивающий эффект, уплотняет кожу, улучшает тургор кожи. Также сегодняшняя маска улучшает цвет лица. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна. Утром ваша кожа будет выглядеть, как после очень дорогого салона. Маска подходит для всех типов кожи. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь с вами впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Нам понадобится заготовка той маски, которую я показала вам в прошлом ролике. Кто не посмотрел прошлый ролик, рекомендую его посмотреть, так как эта заготовка отлично работает и убирает морщины. Сегодня я продолжаю делать маски на основе заготовок домашних. Ну а кто впервые попал на мой канал и не знает вообще о чем я говорю, сразу скажу вам состав вот этой заготовки простой, который вы можете приготовить заранее и использовать по мере необходимости. В составе этой заготовки обычная пищевая сода. Соду и все другие компоненты берем в пропорции один к одному. Одна чайная ложка пищевой соды. Сода отлично очищает кожу. В момент смывания мягко и деликатно скрабирует кожу, убирает верхние роговеши в свой клеток, смягчает кожу, убирает морщины, убирает сухость в шелушении. Следующий компонент для этой заготовки у нас был крахмал. Крахмал это тоже компонент, который отлично уплотняет кожу, улучшает турбер кожи. Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный. Если нет сухого крахмала, вы можете натереть сырой картофель и использовать для приготовления сегодняшней маски. И небольшое количество имбиря в этом составе. Имбирь лучше всего взять сухой. Если нет сухого имбиря, вы можете натереть корешок имбиря и добавить в сегодняшнюю маску. И перемешать все эти компоненты. Вот такую заготовку можно хранить при комнатной температуре неопределенное количество времени. И на ее основе сделать различные маски. В прошлом ролике я вам показала, как сделать отличную маску с увлажняющим питательным эффектом на основе кефира. А сегодня я предлагаю вам сделать маску с очень интенсивным увлажнением и очищением кожи. Также сегодняшняя маска будет очень хорошо разглаживать морщины, даже самые глубокие, уплотнять кожу, делать кожу упругой, эластичной. Итак, берем оставшийся состав заготовки. Здесь одна чайная ложка этих трех ингредиентов. Обязательно соблюдайте порядок добавления всех компонентов. Не только рецептуру. От того, как вы вбиваете один компонент в другой, будет зависеть качество маски и, соответственно, тот эффект, который она окажет на вашу кожу. В сегодняшнюю заготовку я буду добавлять сок алоэ. Можно заменить сок алоэ соком огурца, либо соком капусты. Алоэ отлично увлажняет кожу. Если у вас есть аптечный алоэ для инъекций, вы также можете взять одну ампулу и использовать, добавляя в сегодняшнюю маску. Если у вас есть растение, которое на подоконнике, возможно, у вас растет, то вы можете также использовать и его. Срежьте лист, уберите толстую кожицу и мякоть используйте для приготовления сегодняшней маски. Нужно взять одну чайную ложку сока алоэ в любом виде. Я использую для домашних масок уже готовый сок алоэ. Кстати, вы можете использовать для приготовления сегодняшней маски и гель алоэ или алоэ вера. Если у вас гелевая основа алоэ, то разведите его в пропорции один к одному кипяченой водой. И также используйте для приготовления домашней маски. Тщательно смешайте все компоненты. В момент смешивания не торопитесь. Все свои маски я показываю в реальном режиме времени. И вам также будет достаточно 7 или 8 минут для приготовления качественной домашней маски. Все компоненты должны войти во взаимодействие. И маска должна на этом этапе иметь вот такую приятную консистенцию. Следующий ингредиент, который хорошо также будет увлажнять кожу, это косметическое масло. Для достижения наилучшего эффекта используйте плотное косметическое масло. Это может быть масло миндальное, масло кокосовое. Также хорошо подойдет масло оливковое, либо масло авокадо. Я использую для сегодняшней маски масло миндальное. Нужно взять 10 капель косметического масла. И также тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Наносить эту маску можно на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Все домашние маски наносите на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. В домашних условиях вы можете сделать кислотную скатку. Возьмите 3 или 4 таблетки аспирина. Это ацетилсалициловая кислота. Размочите ее водой и нанесите кашицу тонким слоем по кожным массажным линиям на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Этот состав не наносите на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте легкий скрабирующий массаж. Эту скатку нужно делать на умытую влажную кожу лица, так чтобы не растягивать кожу в момент скрабирования. Кислотную скатку нужно делать для жирного типа кожи 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Перед применением впервые сегодняшней скатки потестируйте свою кожу и проверьте на аллергенность. Нанесите на запястье либо на сгиб локтя и смойте через 5 минут. Если нет зуда покраснения аллергической реакции, то кислотную скатку вам рекомендуется делать регулярно. Кислотная скатка отлично убирает верхний аргавевший слой клеток, очищает поры, убирает черные точки, подлечивает комедоны и прыщи. Скрабирование делайте не более 3 минут. Затем смойте водой комнатной температурой, просушите полотенцем и нанесите домашнюю маску. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Наносите эту маску по кожным массажным линиям в два слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску на кожу вокруг глаз, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Остатки маски не забывайте наносить также и на кожу рук. После нанесения держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok